всем здравствуйте уважаемые зрители и так сегодня номинант на золотой фонд номинант потому что он подходит под условия цены я купил вот эту пачку за 698 рублей и это не редкая цена но также номинант потому что я еще никогда не пробовал даже не знаю чего от него ждать это смесь с робустой к сожалению не указано полноценно откуда то есть написано что арабика из бразилии центральной америки а также азиатской робуста я так понимаю скорее всего индийская вот как бы на этом вся информация и обжарен он потемнее по факту многих искали спрашивали меня про кофе хороший кофе без лишней кислотности ну и бюджетный не только свежую обжарку да наверное это вам подойдет но давайте-ка мы еще проверим напоминаю вам что в закрепленном комментарии помимо таймингов указаны полные данные приготовления кофе попасть и недавних времен соответственно вы там может царить какой помол какая крепость крепость я всегда стараюсь на эспрессо тестировать на максимум чтобы почувствовать максимальный потенциал кофе помол данном случае вместо обычной двойки стоит четверка пред максимальной у тех кого три степени ставьте максимальный потому что обжарка действительно темная чем я хочу похвалить обжарка именно темная они зажаренные в уголь они в пяти шести тонах они всякими квакерами а именно темная обжарка молодцы вот запах если честно ну чувствовал я и получше давайте переходить как я подозревал нет не понравится правда вас никто не заставляет пить на максимальной крепости наоборот данный кофе предполагает что вы будете его пить скорее всего ну если у вас не вон и на средней крепости хорошо чувствуется робусто однако она не противная вкус семечек самое интересное что несмотря то что здесь как бы чувствуется хорошо робусто я чувствую и небольшую кислинку но такой сбалансированный вкус то есть кислинка с горчинкой вот не кислота кислота а вот и кислинка с горчинкой довольно сбалансирована очень терпкий вкус после вкусе такое насыщенное далее давайте по ароматам но семечки это раз но не пережали на гугли хочу заметить то есть семечки с кожурой потом идет такой горький орех ближе даже кстати немножечко ну не миндальюш ну вот чем-то напоминающая сдалека миндаль насчет большой кислотности которая иногда чувствуется но балансируется горчинка она такая больше семечковая не имеется ввиду не подсолнечные семечки про которые это основной аромат идет а именно вот семечки фруктов бывает такой вот простите мой довольно-таки скудный даже не словарный запас а именно скудный скорее всего поварской запас оценка следующая а по сравнению с другим представительством темный обжарик который мы до этого пробовали в том что вместе с рашидом пока он еще не был настолько занятым молодым человеком это не упреку так вот здесь это самый терпимый самый приятный для меня вкус и как вы знаете не люблю такую обжарку для эспрессо даже в автомате но это достойно это достойно единственно что мы вам советую синили вы не любите очень крепкий напиток по вкусу да то ставьте крепость поменьше не пятерку что касается оценки я давайте выставлю сейчас две оценки и что-то мы с вами попробуем среднее подобрать моя оценка шестерка то есть вот для меня лично шестерка то есть подай мне в такой в кофейне я такой ну чего у вас нет нормального зерна такой ночевый но выпил бы в принципе это гораздо лучше многого чем не подавали уж лучше такой кофе чем кофе из кофе ксо который я имею ввиду не вообще из кофе ксо а вот из того кто-то конкретные два случаях когда я там был именно в конкретном казанском может быть в других кофе ксо все хорошо ребят я про конкретные случаи говорят лучше такой кофе если рассматривать с точки зрения любителей вот как мне часто просят посоветую кофе без лишней кислотности ну раньше это было в это супер крыма сейчас ребят ну по камеру по эспрессо это именно павлик эспрессо режим я у реально вам советую единственное что ну именно для любителей такое привкусы чуть-чуть горчащего для вас скорее всего оценка будет девятка почему девятка не десятка поверьте я встречал и побогаче намного вкус темно обжарки даже когда речь шла о к таком коммерческом кофе магазином поэтому давайте среднюю оценку поставим шесть девять получается семь с половиной то есть более-менее объективная оценка тогда получается данному эспрессо будет семь с половиной а дальше уже более подробно поговорим в этом в итогах переходим к пучинам капучино начать довольно яркий вкус кофе ослабленный не такой крепкий не такой терпкий как был эспрессо когда только отпевал то есть это все-таки после перемешивания даже при неправильном капучине немного там все-таки крыма на молочный пен попадает дальше пошло горячим молоком который еще почему-то у меня такой еще не вот кто-то жалует что они не догревают туда у меня такое щенка вот перегретое уже молоко то есть который немножко уже скипятилась понятно что данный вкус возник не из-за того что у нас молоко реально здесь кипятилась а потому что вот кофе придал такой вот вкус плохо это или хорошо по-настоящему несмотря то что вот я сейчас говорю вам кажется это может быть ужасно вкус кипяченого молока нет по-настоящему он остается в рамках вот у нас был свое время такой стандарт капучино без практически вкуса кофе где вкус молока с небольшими изменениями вот мы ему всегда обычно ставили семерку ну такой стандартный очень многим вот именно такие такой капучино и нравится скорее всего данный кофе остается в этих рамках то есть семерку он заслуживает понятно что данный вкус появляется именно из-за кофе кому-то он понравится понятно что это не совсем кипяченое молоко что здесь есть небольшой такой привкус кофейный но к сожалению кроме как назвать его кофейным вкусом больше ничего сказать не могу подробно это не семечки это не орехи это просто такой кипяченое молоко с небольшим небольшим кофейным вкусом все ну и самом начале если у вас правильно капучино или вы хорошенько 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 перемешали крема попадут на молочную пену будет небольшой вначале такой более ослабленный на вкус кофе который был эспрессо но только в самом начале семерка общая оценка 14 с половиной это не противоречивый кофе ребят это кофе просто на своего человека золотой фонд мы его не включаем оценка недостаточно высокая кофе далеко не универсальный очень сильно на любителя для тех кто не любит лишней кислотности для тех кто любит терпкость но при этом не просто крут непонятную горечь или пережаренность зерна обжарены хорошо и это чувствуется но при этом зерна недорогие принципе а что мы хотим за акционной пачки за 698 рублей килограмм это по-настоящему неплохо и четырнадцать половиной это уже больше ближе к моей субъективной оценки чем к объективной оценки любителей данного кофе почему например вот в эспрессо я высчитал среднее арифметическое они как обычно ну потому что если в основном до этого последние сорта которая тестила они мне подходили по моим вкусовым предпочтениям поэтому я свою оценку и ставил как ну относительно объективную то вот в случае соответственно данным с темной такой обжаркой смесь с рабостой мне уже вот не нравится вот год назад я любил кстати вот год назад там суд про крыма это был мой сейчас у меня вкус утончился я больше пошел по другим вкусовым предпочтение поэтому когда будем тестить темно обжарку я буду говорить чисто свою оценку от души так сказать и отца и буду говорить оценку который я разумом могу предположить что поставил человек которому принципе нравится на такой профайл более криковатые будем высчитывать что-то среднее арифметическое так и я думаю появится у нас более-менее объективная оценка если вы любите кислый если вам паули карабика нравится обычная скорее всем не надо но если вам нравится паули карабика дарку ищите без кислотности кофе если вам нравился самый главный лаватца супер крыма пока это был хороший бленд пока его не испортили как сейчас то вот это то что я могу принципе вам порекомендовать если вам нравилось 2 лаватца роса пожалуйста тоже могу порекомендовать что я хотел бы вас еще попросить сейчас я по сути живу только на деньги с канал монетизация то есть рекламу который строят youtube приносит не так много рекламных договоров как таковых нет единственное наше соглашение там с гаджи какой-никакой да что я просто имя вам рассказываю о том что есть такой вот бренд но мне приносит запчасти на пару старых машин которые продавал то есть не финансово вот поэтому огромная просьба к вам по сути канал живет на донат и на пожертвования и в том числе кофе который вот это покупается зачастую да будет купаться в том числе тоже на пожертвования и многие кофеварки рожковые и часть кофемашин были также куплены на обзор свое время именно как бы на мои личные средства и часть на донат то чтобы он донат а то разобраться поэтому огромная просьба кому кто кому интересно развитие канала кто хочет им их самое главное кто может поддержать под каждым видео ссылочка есть на донат который может совершить двумя способами то есть пересделать платеж на донатную лекцию там любая пожалуйста практически крупная валюта доллары евро не свои ваши региональные валюты то есть у нас это рубль белоруссии белорусский рубль украине гривна и так далее так далее вот с небольшой комиссии это до меня дойдет и для жителей россии у кого и сбербанк есть номер прямой карты сбербанка актуальный все это в описании если будет возможность если вам интересна поддержка канала интересного развития дальше буду рад любой вашей поддержке иногда среди донатеров мы проводим отдельные конкурсы на сегодня все пейте вкусный кофе покупайте хорошие кофемашины а я вам постараюсь в этом помочь всем пока и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok